Я не помню, когда страну называли коррупционным болотом, какую-то страну. Я помню, что-то как-то называли Гватемалу, когда там была хунта, еще какие-то банановые республики. Но вот так, чтобы совет редакторов сказал лопатой вбрасывать деньги в коррупционное болото, я такого не слышал, и это, в общем-то, коробит меня, как украинца. Мне кажется, это должен быть не день дураков, а черный день в нашей какой-то истории короткой международной. И я ставлю ответственным за это ту партийную элиту, которая сейчас в парламенте. Я ставлю это как виноватым президента страны, премьер-министра страны. Они, по сути, завалили те реформы, на которые им дал мандат народ, когда они выигрывали выборы. И сегодня, когда я смотрю на рейтинг БПП, он упал на 50%, я смотрю на рейтинг Народного фронта, он упал на 90%. Конечно, эти партии сейчас не будут хотеть выборов. Они будут держаться за власть, они каким-то образом сформируют какую-то коалицию. Скорее всего, они возьмут или батькивщину, или радикалов. Но что важно в этой ситуации, это что это будет коалиция или это будет правительство старых элит. Потому что вас всех, сидящих напротив меня, вас объединяет одна вещь, что вы представляете старые элиты. И я абсолютно понимаю, абсолютно, я имею в виду ваши партии. Мы не в 34, сколько вам рот, я имею в виду ваши партии. Сколько вам рот, я имею в виду старые элиты, можно представлять и в 18. Я сейчас говорю о ваших партиях. И я абсолютно понимаю самопомощь, которая не хочет, которая не хочет запаспориться в этой всей ситуации. И теперь то, что вы делаете, это где-то логически... Николай, мы что-то договорились, что не будем на личности переходить. То, что мы видим сейчас, это логическое продолжение вашего управления. Дайте мне закончить. А сколько будет еще больше дискредитации, когда она только создается, то отключение не войдет. А то, что вы делаете, это логическое продолжение того кризиса, который вы начали, вы не можете управлять по-другому. Вы не умеете управлять по-другому. И сейчас что должно произойти... Вы управляли уже 20 лет в разных формулировках, в разных лицах. Но Батьковщина и Юлия Тимошенко была в этой ситуации 20 лет. А Яценюк в этой ситуации был 20 лет. До каких позициях он только не был. Порошенко один из основателей партии регионов. И когда я слышу, БПП ссорится с партией регионов и говорит, что нужно бояться выборов, потому что партия регионов придет к власти. А какая между вами разница? Вы сейчас ставите Стоянова в прокуроры Одесской области. Вы одни и те же. И вот здесь теперь сложится ситуация, что вы еще полгода порыпаетесь. Вы, скорее всего, создадите какое-то правительство. Будь это Яценюка, который останется, или вы приведете Гройсмана, который придет. Вы будете управлять точно так же. И вы это все завалите, к сожалению, для страны. И мы получим этот 1 миллиард, чтобы заплатить пенсии людям, потому что мы сейчас недовыплачиваем пенсии людям. И тогда у нас будет ситуация, когда у страны будет выбор. Либо мы будем голосовать за новые партии, такие как Самопомич и, возможно, то, что появится вокруг каких-то новых людей, которые не только не были в политике, но и не были ни в каких должностях. И либо они выиграют, либо мы куда-то укатимся обратно. И вот здесь у страны через полгода практически будет настоящий выбор. И это будут самые важные выборы в истории страны. Потому что вы завалили то, что вам дал Майдан, вы это прошляпали, и теперь, к сожалению, вы из кризиса не выйдете, кого бы вы не назначили. У вас нет интеллектуального потенциала выйти из этого кризиса.